окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате за бис инсайд запасайтесь булками готовьте лимонад друзьям продолжаем наше приключение так вот туда нужно вначале подняться повыше напомню что мы продолжаем погоню за кем-то кто вломился в наш дом и украл секретные документы так видимо все таки нужно по правой стороне пройти ничего себе какой-то такой валун прям из земли в таком положении не падает тут еще деревяшка так остаток от дерева как будто подпирает его но не совсем но выглядит конечно круто так стоп может быть сюда нет сюда мы не пройдем но еще один какой-то секретный проход смотрите что там я хочу глянуть просто то что за такое что за статуя почему я здесь поставили такие туда можно пройти елки-палки туда к кладбищу а ну там не подняться а туда интересно елки-палки я хочу и там побывать тоже но нам нужно туда куда-то столько мест интересно так почти подошли опа это что за домик интересно 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 а вот здесь возле калитки он был здание на дверь заперта пойду за ним дальше так как же ты хочешь обойти так нельзя это как-то сдвинуть я хочу попасть в это здание хочу осмотреть этот домик ладно пока что пойдем наверно по сканеру туда куда то показывает да а зачем тогда нас сюда привело так смотровая вышка пожарная вышка сюда мы точно не пройдем здесь заперта я в принципе тут можно было бы перелезть подтащить что то любой тут ящик подтащить просто перелезть ты через эту калитку и так можно перелезть здесь звенья большие ну то есть эти дырки так вот куда то сюда а вот интересно сигнал исходит из башни и наверх подняться отлично как раз этого я и хотел скорешник даже здесь прицепили черт не то чтобы я боюсь высоты но тут нужно быть осторожным ну это само собой а представь вот туда забраться на ту башню на ту высоту где то здесь разве нет что ну вот же или внутри нет вот же он вроде стоит короче что то не работает давайте внутрь пойдем опа можно воспользоваться это мы наш дом видим зря я снова оставил ее одну она опять с кем то там разговаривает блин да что ж она вечно кого то впускает в дом ну значит если там что-то с ней сделают сейчас убьют это ее проблема я запретил ее в дом пускать она пускает ну как хочет что же я должен дверь завязывать цепями обматывать чтобы она только никого не запустила доверять жене вообще невозможно нашей жене вообще сказали никого нельзя впускать дом не отпускать заходят ну пускай заходят убийцы и так далее пусть себе заходят твои проблемы как говорится а внутри он был вот почему я не мог его просканировать аномалии обнаружено так ну где же блин далековато нужно заранее выстреливать вот так вот ой так выстрел что же фпс упала блин а еще одну есть а еще аномалия блин там вижу есть надеюсь все я был прав его здесь нет нужно смотреться кажется он что-то здесь прятал так ключи и что это вот а жучок видимо так хижина надеюсь я смогу открыть им дверь от того коттеджа ключ от хижина а должно быть это ключ от того коттеджа посмотрим что там да обязательно здесь закрыто мы здесь ничего интересного не найдем эть берись куда-то что такое оно где-то там застряло пытается открыться но не поддается как-то что-то должно открываться видимо но почему-то сломано ладно вот эти открываются но а по идее что мы можем здесь найти и зачем мы здесь вообще что-то ищем фонарь вот возьми этот фонарь смотри какой фонарь шикарный пригодится ведь еще ключи от чего-то взять уже нельзя так может еще раз взглянуть что там жена делает нельзя больше а жалко что нельзя саму повертеть поосматривать так издалека очень жалко жене нашей вообще доверять нельзя вот как ей можно доверять попросили же никого не пускай мы же объяснили ей что это могут быть и убийцы кто угодно они могут представиться и шерифом и кем угодно и значок тебе сделают и все что угодно нет она запускает в дом ну спасать ее обещать я тоже не собираюсь если что это ее проблема запустила в дом сама пускай и проблемы решает тоже сама тогда так давай я пришел вот оттуда что сканера ведь тут уже сканировали его возле калитки вот он уже просканирован так а в сам коттедж зайти нельзя я бы хотел я бы очень хотел домик интересный деревянный я хочу его осмотреть просто изнутри побродить по нему блин печалька может как-то сзади можно войти так что у нас тут у нас ничего а где то еще здесь вот а во а нужно выяснить как открыть этот сраный подвал мы все-таки попадем в домик видимо да ой там симпатично так смотрите там что-то можно взять на что-либо мы туда попадем хорошо так вот это заперто сразу будем знать там еще колодец какой-то интересно туда дальше пройти можно так а здесь ну само собой заперто да так я просто ворвусь внутрь и устрою парную трепку пока он надеюсь его английский лучше чем мой русский а как же подвал подождите а воу блюдки они знают у нас все все блин они следили за каждым нашим шагом даже здесь где мы должны были исчезнуть цикрадаров ага он оборудование всякое да следят следят так найти код и набрать его на компьютеры подожди а как же подвал щиток светится он защитил вход кодом провода тянутся в дом ага я просто было подумал может быть у нас здесь есть два варианта типа по тихому через подвал заползти или вот так ворваться в дом нет по любому нужно сначала в дом а потом в подвал итак ищем код хорошо тут одновременно переплетаются и шпионские игры и мистика из прошлого нужно опа так мы там закрыли ставни а зачем это мы везде закрываем получается окна таким образом интересно зачем ну ладно видимо так нужно так будем по порядку идти по левой стороне что задумал этот ублюдок секретные записки советского шпиона он следил за каждым моим шагом но что конкретно он имел в виду почему он постоянно переходит на заглавные буквы ага нашел что-то под половицей когда заносил коробки на чердак его маленькая находка гораздо важнее чем ему могло показаться порой мне кажется словно она чего-то боится хотя переезд состоялся по ее прихоти он виделся с д но не подозревает ни о чем д контактировал с кем-то еще ох без сомнений могу сказать мне все видно и все слышно а если прочитать по этим буквам допустим адам до с до сих пор не знает обо мне адам до сих пор не знает обо мне вот зачем он переходит постоянно на эти буквы на заглавные это очень просто записки об адаме и эмме этот это сволочь думала что рассорила нас с эммой так советы делают настраивают друзей и родственников друг против друга никому нельзя доверять верно но с раным коммуняком верить уж точно не стоит он все еще в замешательстве он не понимает смысла моих действий не понимает моих мотивов он считает что у меня плохие намерения она подумала что с ним что-то произошло звала его на помощь именно в критические моменты раскрыть истинные намерения человека проще всего я все вижу и слышу ни одна деталь не убежит от моего взора в холодной войне участвуют не только нации но и отдельные люди нас разделяет железный занавес но скоро его не станет в местах где расположены передатчики отмечены на карте похоже я нашел их все значит все это время нас прослушивали твою дивизию так нашел все передатчики ты говоришь да ну видимо случайного пути мы их находили так стоп а если вот эту карту сравнить с вот этой картой а здесь где места 1 2 3 4 да нет вроде немного не так расположено да нет просто похоже так как скрипит как скрипит так здесь нет записи так а если включить свет мы ничего не увидим никаких секретных надписей например мне просто вот любопытно зачем мы закрывали ставни везде для чего это хм так здесь наверх подъем давайте вначале внизу осмотримся потом пойдем наверх где-то нужно найти код но наверняка тоже не просто так лежит но наверняка тоже не просто так лежит так на осмотр конечно придется потратить немало времени куча шухлядочек фотография машины когда мы приехали он уже дожидался нас но мы машину никогда не ставили под навес в том то и дело все трое это мразь знает о нашем нерожденном ребенке что написано все трое на месте ага то есть о ребенке тоже знают но мы машину не ставили под навес никогда как она здесь оказалась почему на фотографии она здесь это он типа ее сам передвинул старафировал потом обратно на место поставил ну видимо так в том что мы то этого не делали так пока что вообще никаких зацепок по поводу кода заметка наблюдений за Эмма и Адамом ему все о нас известно он словно спит с нами в одной постели Адам проснулся в 5.21 хотя до познания мог заснуть Эмма встала в 8.40 затем они вместе позавтракали когда она спросила хорошо ли ему спится в новом доме он солгал ответив утвердительно на самом деле он спит по 5-6 часов иногда меньше и это не единственное что он утаивает от своей жены хотя Эмма тоже не до конца честна со своим мужем оба утверждают что полностью доверяют друг другу но на деле это не так в наше время никому нельзя доверять даже самому себе но мы это уже в этом уже убедились наша жена уже кого-то в дом зовет только мы за порог а наша жена всегда зовет кого-то в дом ее одну вообще невозможно оставить она всегда кого-то в дом зовет я так понимаю опа вот может а неизвестно b4 c1 а и d неизвестно b4 c1 я ж не думаю что нужно просто подставлять сейчас еще а и c ой а а и d так ну зачем мы закрыли ставни это тоже не спроста наверное потеряно что-то я не уверен он не говорил про копии надо было думать об этом раньше он уже знает больше чем нам хотелось куратор обеспокоен нам предстоит серьезный разговор кто со всем этим стоит когда это началось если они меня раскрыли то почему не украли телеграммы раньше если уж эти телеграммы настолько важны во первых то их должно было охранять гигантское количество людей с оружием они просто так тебе в руки одному дали и езжай куда хочешь никто не знает где ты забирай секретные телеграммы подумаешь взял просто поехал ты должен был где-то там в здании ЦРУ сидеть в подвале под охраной с этими телеграммами и их расшифровывать так 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 книга по шифровкам некоторые страницы отмечены обложка доктор лоуренс в waterhouse криптография понимания освоения шифров спартанский шифр скитала один из старейших инструментов шифрования использовавшийся еще в древней Греции широко применялся в том числе и спартанцами отсюда название спартанский шифр представляет собой цилиндр и узкую полоску пергамента которую обматывали вокруг него по спирали только тот кого был цилиндр такого же диаметра мог правильно прочитать сообщение шифр Цезаря шифр подстановки техника названная в честь известного римского политика Юлия Цезаря который использовал ее для шифрования своей переписки этот простой метод заключается в замене каждого символа в открытом тексте символом находящимся на некотором постоянном числе позиции левее или правее него в алфавите Энигма портативно-шифровальная машина изобретенная немецким инженером Артуром Шербюсом она состояла из комбинаций механических и электрических подсистем Энигма шифровала отдельные буквы с помощью электрического тока вращающиеся роторы постоянно меняли маршрут сигнал и кодировали сообщения с помощью полиалфавитного шифра тексты, зашифрованные машиной Энигма впервые были расшифрованы в 1932 году польскими криптоаналитиками Марианом Риевским, Генрихом Згальским и Ежи Ружицким их работа помогла команде Алана Тюринга взломать код Энигмы который использовался вермахтом во время Второй мировой войны стоп посмотреть ага, вот как это все выглядит дальше термохромный пигмент вещество, которое изменяет цвет из-за повышения или понижения температуры термоохронизм был впервые открыт в начале 1970-х годов, когда ученые заметили что некоторые молекулы или кристаллы могут принимать различные формы в зависимости от температуры изменяют свои оптические свойства что делает их видимыми только при определенной температуре невидимые симпатические чернила бесцветное вещество, используемое для письма которое становится невидимым при нанесении или вскоре после него этот чип чернил можно разделить на следующей категории чернила, видимые при воздействии температуры чернила, видимые в результате химической реакции чернила, видимые при ультрафиолетовом свете чернила, изменяющая поверхность бумаги Угу. Так, а это нам для чего-то понадобится? Или это просто так, для любопытства? Или нам придется сейчас что-то там как-то расшифровывать? Вот все-таки мне любопытно по поводу вот этих ставен. Ага. Может стоит нажать эту кнопку? Ультрафиолет, как я и думал. Вот неспростаешь, думал, что ставни закрываются наверняка для того, чтобы не мешал свет. Отлично. Сейчас мы там что-нибудь найдем. Опа, и следы еще даже есть какие-то. Хорошо. Сейчас, сейчас. Только здесь я еще не осмотрел столик. Ну здесь, в принципе, ничего и нету. Так. Печаток ладони. Здесь ничего нет. Здесь я осматривал шуклядочки. Так. Это что означает символ? Стать вот сюда, допустим, нужно. Да? А... А3! А3! О, отлично. Вот сюда встать видно. А3. Дальше. Так. Вот здесь он развернулся. Д2. А3. Д2. Шикарно. Шикарно. Гололомку мы разгадали и без подбора. А теперь все это запишем. Получается у нас. А3. Б4. С1. Д2. На самом деле, в принципе, у меня были подозрения насчет того, что так как используется А, Б, С, Д, то и цифры будут от 1 до 4. Тоже раз 4 уже занята, единичка занята, то будет 2 и 3. Но на самом деле, я подумал, что это было бы слишком просто и слишком глупо. Особенно для такого уровня шпионов. Но, как оказалось, эти шпионы реально слишком глупые и слишком простые. И уровень у них слишком слабый. Потому что подбором здесь было бы, в принципе, очень легко это подобрать. Заняло бы немного времени, но подобрать можно было бы легко. Так. А, где вводить-то надо? Стоп. А, вот здесь ввести нужно. Похоже, этот компьютер подвеляет дверью в подвал. Но где же достать пароль? Видите пароль? 3, 4, 1, 2 получается, да? А, нет, здесь еще нужно... Так, значит, А. А у нас 3. А, 3 это H. Так, Enter, пробел выбрать. B4. Да, блин, это еще нужно успеть. А, 3 это у нас L. B4 это у нас K. Дальше C1 это у нас X. И M2 это у нас J. Наконец-то, теперь я могу спуститься в подвал и разобраться с этой сволочью. Хватит тебе материться, сапожник, блин. Как ты с ним разберешься? У тебя оружие есть или что? У него наверняка есть оружие. Он наверняка подготовлен. Сидит с пистолетом и ждет тебя, может быть. Или вообще ушел. Если нельзя, чтобы ты его видел. Хотя, интересно, вот зачем именно следить за тобой? Они могли бы просто тебя убить и все. Здесь в лесу. Прийти, выстрелить в тебя и все. Никто бы никого не нашел. Все очень просто. Почему они именно следили за тобой? И сейчас они именно убегают, скрываются. То есть, им, видимо, дан приказ, чтобы ты ни в коем случае их не увидел. Вот именно. Ни лица, ничего. То есть, чтобы не было контакта, собственно. Я не думаю, что нашего героя настолько боятся. Сколько крови? Что здесь произошло? Действительно, почему здесь кровь? Опа. Опа. Зарезали. Как скотина. Твою ж дивизию, не понимаю. Кто мог это сотворить и зачем? А это, получается, тот шпион? Да. Шпион этого? Нет, подождите. Это шериф. Значок шерифа. То есть, там, получается, реально шпион сейчас, да? С нашей женой. Но это ее проблема. Она его впускает. Я ей сказал не впускать. Она впускает. Я не собираюсь бежать ее спасать из-за этого. Все справедливо. Если не слушается, ну, как бы... Что я должен за это отвечать, за то, что она не слушается? Опа. Еще одна страничка из дневника. Николаса. Вот лучше дневник почитаем. Жена пускает. Он сама разбирается с шерифом. К счастью, их он не уничтожил. А, это телеграма, да? Ты ее возьмешь как-то или нет? Не хочешь взять? Ну, ладно. Пускай остается, значит, шпионом. Тебе она, видимо, не нужна, да? Ну, почитаем страничку. Я наконец-то добрался до шахты, но что-то спустилось в нее со мной. Я наконец-то добрался до шахты, но что-то спустилось в нее со мной. Что-то нечеловеческое. Но я, кажется, оторвался от него по пути. Нужно забыть об этом. Мне ведь говорили, что нельзя тратить время на иллюзии. Отец, детектив, шахта. Надеюсь, я найду здесь хоть какие-то ответы. А я надеюсь, что эта тварь, от которой мы убегали, не будет за нами здесь гнаться. Так, новая запись в дневнике. Ага, то же самое, в принципе. То, что только что мы и прочитали. Вот мы оттуда, получается, упали, да? Кстати, падение не слабое, видимо, было. Я бы не хотел так падать. Так, кстати, у нас ведь фонарь есть теперь. О, ты посмотри, даже карта из шахты. Ах, жалко, с собой нельзя взять. А где здесь мы? Уровни, минус первый уровень. А мы сейчас... Где единичка, наверное, да? Или... Черт, узнает, где мы сейчас. Ну-ка, подождите. Давайте попробуем так разобраться. Мы сейчас можем направо пойти. Вот так. И вот так вот. А ну-ка. Что-то не похоже, что мы здесь. А мы... Вот здесь вот скорее. На шестерке. А, да. Окей, а куда нам вообще нужно? Ну, то есть... Блин. Не хочу эту карту запоминать. Надеюсь, здесь нет лабиринта. А, так здесь вообще тупик. Здесь вообще тупик слева. А, нет. А, ну да. Все правильно. Мы там, где шестерка. Так, куда нам нужно? Опа. Катого еще не хватало. Записка пропавшего без вести человека. Шахта отца стала кладбищем для многих. Это просто ужасно. Если я не хочу закончить так, как они, то должен помнить про подсказки из записок Гиллмана исследовать за зеленым светом. Иначе я никогда отсюда не выберусь. Он солгал мне. Этот старый ублюдок обманул меня. Он продал мне карту, сказав, что она приведет меня к спрятанному в этой шахте золоту. Когда я спросил его, почему старик сам не спустится за ним, он ответил, что слишком стар и плохо видит. И что я сделал? Вместо того, чтобы посмеяться над старым козлом, заплатил ему, спустился на самое дно шахты и... Да, я нашел золото. Только это было золото дураков. Перит, который даже ребенок отличит от настоящего золота. Моя жадность завела меня сюда. И теперь я не могу найти дорогу назад. Сколько дней я блуждаю здесь? Черт, может уже несколько недель. Слава богу, что тут водятся крысы, иначе бы я уже умер с голоду. Мне приходится утолять жажду грязной водой. А когда и она закончится, останется только пить собственную мочу. Я нашел заметки некоего Гиллмана, описывающие, как выбраться отсюда. Если бы я не перепугался так сильно, был бы уже в безопасности. Я все делал правильно, но когда услышал этот нечеловеческий крик, побежал, пока не выбился из сил. И теперь мне не вернуться обратно. Если я умру здесь, то помните, кто бы вы ни были, записи детектива выведут вас. Свет – это ключ, зеленый свет, который я видел в некоторых туннелях. А для меня надежды больше нет. Я так устал. Подсказки из записок Гиллмана и зеленый свет. Минус 1. Минус 1. 6-1-3. Вторая записка детектива. Римские цифры. Что они могут значить? А мы первую не находили, вроде бы. В результате взрыва погибли три шахтера и партнер Хайда, Джордж Уайтхед, которому принадлежала половина акций шахты и гостиницы. Заставляет задуматься. Один из постояльцев, который мог быть непосредственным свидетелем происшествия, пропал без вести через несколько дней после аварии. И он был не единственным, кто исчез при странных обстоятельствах. Это все очень подозрительно, а следователи, похоже, не очень-то торопятся докопаться до сути. Я с радостью им помогу, но, конечно, не бесплатно. Так, цифры. Один из трех. Так, я вот эти цифры, пожалуй, сейчас себе просто так же само и запишу. 6-1-3. Из-за взрыва погибло 4 человека. Они были друзьями моего отца. Зачем ему их убивать? К тому же, из-за этого происшествия он обанкротился. Бред какой-то. Мой отец был умным человеком. Он бы не стал себе вредить. Так, жалко, что нельзя отломать. А, с этой стороны просто ломать нужно. Тьфу ты. Ну. Ай. Так. Давай. Куда нужно тянуть-то? Так. А вправо? Тьфу ты. Нелогично ведь. Ну ладно. Главное, идем дальше. Так. Мне очень зеленый цвет. Спички. Да, вроде пока что и так светло. А что там написано? Шесть. Ага. Цифры, видимо, подсказывают, куда нам нужно идти. Допустим, шесть, один, три. Шесть, потом один, потом три. Такие выбирать развилки, да? Вот где я сейчас нахожусь. Вот. Тиф шесть. Один, три. Ладно. А что здесь? Мне просто интересно. Опа. Любопытство. Вознаграждено. Но дальше я все-таки не пойду. Нет, чуть-чуть пройду просто. Чуть-чуть. Вот сюда. Взглянуть. А, перит. Так, все-таки проходы здесь есть. Я думал, может быть, здесь тупик. Но нет, проходы здесь все-таки есть. И здесь еще можно посмотреть что-то. Блин, нам сюда не нужно, но... Ну, любопытно, ведь. Любопытство вознаграждено. Опять вознаграждено. Какие-то звуки тут странные бывают периодически. Меня пугают сильно. Так, ну туда уже я никуда идти не буду. Я хожу кругами, черт, мне нужна подсказка. Может быть, кто-нибудь оставил здесь записку? Может быть, вот и она. Фрагмент письма Марии. Тайна Хайдов. Что эта женщина имела в виду? Уважаемый господин, я видела ваше объявление о поисках пропавшего Джона Нортона. Может быть, я и простая крестьянка, но богом глянусь знаю, кто в ответе за его исчезновение и за взрыв на шахте, в котором погиб мой муж. Я рассказала все шерифу, но он только посмеялся и сказал, что я спятил от горя. Я расскажу вам все, но только лично, в моем доме, потому что это единственное место, где мне спокойно. Когда вы узнаете тайну Хайдов, все переменится. Они хорошо все скрывают, но я сама видела. Я видела, что вылезала по ночам из... А дальше... Оборвано. Или сожжено даже. Вылезала по ночам что-то. Так. Вообще, я могу туда спуститься. Я не знаю, надо мне это или нет. Потому что нужно там не идти по записке. Ну, может быть, здесь просто найду еще кусок записки какой-то. Просто посмотрим и вернемся обратно. Здесь пока что я помню, куда идти, так что я не потеряюсь. Нет, не зря все-таки. Так, я отсюда никогда не выберусь. Нужно найти какие-то зацепки. Черт, здесь же работали люди. Они ведь должны были как-то оттуда ориентироваться. Да я знаю, как отсюда выйти. Я уже догадался. Только сейчас просто осматриваюсь и лутаюсь. Просто у меня такое ощущение, что если мы вот просто пойдем сейчас и выйдем, так как нужно отсюда выходить, то мы многое пропустим. Вот, допустим, записка Марии. Очень интересная, кстати, записка. Так, я сюда не могу никак. Нет, туда не могу никак пролезть. К сожалению. Там что-то есть. А это что за минералы вот такие? Это уже не перит. Что-то другое. Ладно. Хватит нам здесь блуждать. Идем так, как нужно идти по-нормальному. Хотя, стоп, вот здесь можно, по идее, пройти, да? Нет? Ага, нет, все-таки... Все-таки нет. Ну и ладно. Так, а здесь что? Вот мне любопытно прям... Блин, я даже не знаю, разрываюсь. Я и потеряться не хочу, но при этом и пропустить что-то тоже не хочу. Ой, какие звуки шуткие. Так, ну, идем туда, в шестерку. Так, ну, идем туда, в шестерку. Опа. Опа. Зеленый свет. Это о нем писал человек, труп которого я обнаружил. А если он не ошибся, я на правильном пути. Так, а это означает, что я на правильном пути? Или... Что мне нужно налево идти? Видимо, что мне нужно идти налево. Так. Так, нет, мне нужна один сейчас. Шесть, один, три. Так, зеленый свет. Видимо, теперь сюда. Зеленый свет, отлично. Так, ну, мне не нужно ни четыре, ни пять. Значит, получается вот сюда. О, хорошо. Двести. Двести спичек у нас при себе, ребята. Я уже не знаю, куда их девать. Мне уже можно просто мимо проходить, вообще их не собирать. В этой игре прямо пичкают ими. Я не знаю, что. Ну, это хорошо. Но лучше больше, чем меньше. Мне нужно один. Нет, здесь вроде как. Получается. Я правильно понимаю? Вот их три, да? То есть, лево, прямо, право. То есть, мне правая горит, мне нужна вон туда, да? Посмотрим, если что, сейчас вернусь. Мне нужно найти проход один. Так, стоп, а здесь... Подождите, подождите. Нет, это ш... Это шесть. Мне нужно туда, наоборот, тогда. Шесть у нас уже было, теперь нужен один. Один. Подождите, а я не отсюда пришел? Нет, вроде бы, один. Здравствуйте, приехали. Я... Я вышел наружу. Подождите, я не понял. Ну, шесть, один, три, я вышел наружу? А мне нужно-то... Я нашел записку детектива. Может, она здесь не одна. Детектив пытался добыть веские улики, указывающие на то, что мой отец причастен к взрыву в шахте. Гилман считал, что понял мотив моего отца. Тот устроил взрыв в шахте, чтобы избавиться от своего партнера. Он не думал, что погибнут другие люди, а свидетели начнут его шантажировать. Оттуда и загадочное исчезновение. Джейкоб Хайт попросту избавлялся от людей, которые знали страшную правду. От людей, которые знали, что он натворил. Так, а что мне нужно-то сделать? Мне нужно идти куда-то... А, нет, все по идее правильно. Вот так, теперь... Вот, снова зеленый свет. Еще немного, и я смогу выбраться из этой проклятой шахты. Тут все изменилось. Теперь горит два светильника, значит, это типа второй уровень. Будет еще третий, да? Один. Теперь нужно три мне. Я хожу кругами. Нет, ты не хочешь кругами. Мы только зашли сюда, подожди. Мне нужно направо, по идее, сейчас. Вот так я должен прийти, вот, да, три. Вот мне туда нужно. Конечно, может быть, я здесь что-то пропускаю, но... Блуждать по лабиринту как-то мне не особо интересно. Я не люблю по лабиринту ходить. Я хочу из него выйти быстрее. Так, минус два. Так, то есть, пришел я правильно, но... Мне ключ нужен. А, мне придется все-таки... А, подождите, стоп, потому что койну можно крутить. Так. Нет, ключ не нужен, а ну-ка. Значит, все правильно. Здесь кто-то есть, и он не очень дружелюбен. Скрытное передвижение. Постарайтесь не попадаться на глаза духу. Вы будете передвигаться тише, если пригнетесь. Если дух все-таки заметит вас, убегайте и прячьтесь. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Посмотри на карту. Может, найду подсказки, где Гилл нам мог отставить остальные записки. Кстати, да, дальше-то куда идти, это уже... Мне нужно записку найти его со следующими подсказками. Давайте, наверное, ребята, вот здесь вот спрячемся и прервемся уже. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok